Руководителя Здравниц познакомили с новым начальником управления по санаторно-курортному комплексу и туризма Игорем Сенченков. Провел совещание начальник отдела развития горноклиматических курортов Министерства курортов и туризма Краснодарского края Дмитрий Галенко. Все средства размещения отдыхающих должны официально получить звезды. Проводят работы по классификации только аккредитованные организации. В Анапе их две – Национальный центр независимой экспертизы и Курорт-экспертиза. Классификацию проходят несколько этапов. Каждому отелю индивидуальный подход. Начинают процесс аккредитации по заявке от руководителя. Дальше. По вашей заявке приезжает к вам, работает на месте, то есть смотрит ваше средство размещения эксперт, проводит предварительную оценку, выявляет какие-то соответствия и несоответствия требования системы, дает вам некоторое время на устранение того, что можно устранить. Первый протокол содержит минимальные требования к предприятию. Документы на классификацию от одной до пяти звезд разные. Позиций много. Большую часть эксперта прорабатывают на месте. Документы на участок, строение, вывоз мусора. В следующем указаны качественные показатели. Здесь и качество, и мебели, и напольного покрытия, и стен, и постельных принадлежностей, сантехники, краны. И все это изложено тоже на пяти листах. И в каждой позиции есть свои баллы. У каждой категории свое количество баллов. Набрав необходимый минимум по качеству, можно официально оформлять документы на присвоение категории. Но это еще не все. Номерной фонд тоже нужно аккредитовать. Категории номерного фонда делятся на высшую категорию. Сюда относятся суета, партами, люкс и ступень. И идут далее номера пониженной категории. Это первая, вторая, третья, четвертая и пятая категория. Самая низкая пятая категория с удобствами во дворе или на этаже. Требования к номеру первой категории зависят от количества звезд гостиницы. Стандарты люксов во всех гостиницах одинаковые. Количество звезд зависит от уровня подготовки персонала, знаний иностранных языков и штата сотрудников отеля. Также не подпадают под систему классификации объекты некапитального строительства. То есть это вагончики и тому проще. Подтверждение квалификации проходит один раз в два года. Консультации экспертов бесплатные. На 1 июня в Анапе классифицированы 55 объектов размещения с общим номерным фондом 5 433 номера. Администрация Анапы, в том числе наше управление, по поручению Министерства курортов и туризма, проводит регулярно мониторинг средств размещения на предмет выявления несанкционированно размещенных так называемых звезд на фасадах и крышах зданий. Если количество звезд на фасаде не соответствует указанной категории в документах, за самовольное присвоение лишних звезд придется заплатить штраф. Для индивидуальных предпринимателей установлена сумма в 10 тысяч, для юридических лиц 50 тысяч рублей. В Краснодарском крае более 2 тысяч гостиниц должны пройти классификацию до 1 июля 2015 года. В Анапе 309 отелей с номерным фондом 9940 номеров.